привет друзья и гости моего канала с вами Мария давно я с вами не встречалась но сегодня хочу поделиться с вами радостью меня спрашивали об этой котлее как она себя поживает и такой видео ответ очень хорошо она себя чувствует как видите она цветет это второе домашнее цветение всего один цветочек у меня в этот раз распустился хотя должно было быть два вот здесь вот сейчас вам покажу видите такой вот сухой бутончик это мы уезжали на море в тот момент когда она набирала бутоны и поливать было некому и один цветочек она засушила но я очень благодарна она порадовала меня вторым он прекрасен белоснежный такая невеста никаких вкраплений чисто белый цвет видите она такая искрящаяся на солнышке сегодня 1 сентября и вот такое чудесное солнышко ласкает цветы лепестки показывала я вам ее много раз года два наверное уже снимаю показываю рассказываю как я осуществляла уход за ней потому что она у меня была без корней и об этом растении а котлею очень много видео у меня есть посмотрите в плейлисте которая называется котле там и уход какой я ей оказывала как я наращивала корешки вот просто рекомендую такой видеодневник цветет она у меня получается один раз в год в прошлом году она мне процвела двумя цветами в этом году вот тоже радует именно летом осенью она у меня не может процвести ей видимо не хватает цвета потому что орхидеи котлею очень светолюбивые и для цветения для того чтобы вызрела цветочная почка за для того чтобы чехол распусть раскрыл в чехле появились цветы бутоны им нужен свет а у меня она находится на лоджии моей северо-западная сторона это ставропольский край и света конечно же натурального ей хватает только летом сожалению осенью она мне выпускала новую псевдобульбу но процвести не могла очень красивая девочка такая вообще прелесть кстати она ароматная влажность у меня довольно большая на лоджии вот полив я осуществляю уже просто вот по краю горшка даже не по краю вот как попадет так и поливаю вот таким образом посажена она мне в кору внизу пенопласт кора и уголь и все больше ничего нет то есть она у вас должна грубо говоря просыхать между поливами но это в тот момент когда уже наросли корешочки и чувствует она себя хорошо примерно раз пять дней я ее поливаю вот такая красавица ароматная радует меня своим цветением ароматом очень красивая в том году летом это было первое домашнее цветение и она продержала свои цветы очень очень мало была жара такая знаете очень сильная а в этом году мне повезло у нас сейчас довольно прохладные ночи и периодически бывают дожди и вот она меня радует уже довольно продолжительное время наверное недели две и я вот скорее скорее показываю вам эту красавицу пока она еще в цвету вот такая девочка эта бульбочка у нее с двумя листиками а бывают вот на этой псевдобульбе я вам покажу с которой она в прошлом летом цело видите всего лишь один лист но это ни о чем не говорит это же гибриды они вот видимо для наших условий уже более адаптированные просушек я не делаю очень многие считают что нужно делать просушки для гибридных котлей просушки не нужны для природных там уже это другой такой разговор а для гибридных мне кажется не нужно поливайте удобряйте удобрение использую бонафорты там номер один есть номер два вот поочередно можно применять и биогумус более подробно вот я вам говорила можете посмотреть в плейлисте про котлею я постараюсь ставить в описании ссылочку на этот плейлист такой мини фильм из нескольких серий как она у меня развивалась как она наращивала свои корни псевдобульбы сейчас очень много видите псевдобульбочек у нее я формирую ее чтобы они более ровненькие росли вот это вот новая псевдобульба у нее растет ну вот видимо уже осень наступила скорее всего она у меня не процветет я так предполагаю ну посмотрим а вдруг порадует на этом все большое спасибо за внимание с вами была мария всем пока